Социальных предпринимателей, желающих попасть на форум «Слёт», судя по столпотворению стола регистрации, много. Это особая категория бизнесменов. Они работают с тем, на что у государства не хватает ресурсов. Занятия с детьми, уход за стариками, развитие спорта и культуры. Всё, что приносит пользу обществу – сфера социального бизнеса. Это настолько, в общем-то, действительно, тут такая широкая такая сфера для социальной гражданской активности. А так как мы хотим построить гражданское общество, нам социальное активность, социальное предпринимательство просто очень необходимо. Это ваши помощники? Конечно, это в первую очередь помощники. И они помогают не только администрации города, они помогают прежде всего себе и помогают самому городу. Чтобы таких предпринимателей в Воткинске стало больше, на форум приехала целая делегация. Чиновники и бизнесмены будут учиться вместе. Знаний пока не хватает. Юридическая составляющая – то, каким образом нужно организовать мероприятия, заключить все договоры, для того, чтобы и самих себя обезопасить при проведении этих мероприятий, и для того, чтобы люди получили какую-то социальную и юридическую защищенность. На форуме «Потребность в знаниях» обещают удовлетворить. В спикерах исполнительный директор фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина. За 11 лет работы фонд профинансировал социальных проектов на полмиллиарда рублей. Лучшие практики – в помощь нашим бизнесменам. Мы, учитывая наш опыт, понимаем, что это замечательный драйвер развития местной экономики, развития муниципалитетов, развития малых городов. Это те проекты, которые в первую очередь меняют качество жизни людей, которые живут, и в то же время формируют рынок социально преобразующих инвестиций, потому что бюджет, конечно, не всесилен. Бизнесменов, разделяющих эту позицию в Удмуртии, становится больше. Создатели крупнейшей интернет-платформы в Глазове, например, вышли на социальный проект, помогают учреждениям культуры зарабатывать, а глазовчанам отдыхать. Мы разработали платформу, на которой они размещают информацию и анонсы о своих мероприятиях. Мы, соответственно, это все обрабатываем в единую афишу мероприятий на неделю, на день, и делимся с ней горожанами. Одной из площадок на форуме стал бизнес-тренинг Алексея Морова. Он учил социальных предпринимателей не просто делать добрые дела, но и зарабатывать при этом. Это прекрасные бизнесы, которые вовлекают в себя молодежь, женщин, девушек в декретном отпуске, пенсионеров. И мне кажется, это особенно актуально в связи с последними инициативами продолжения активности людей именно с точки зрения возрастной. Своим опытом с предпринимателями делился и советник главы Удмуртии Константин Сунцов. Известный в республике предприниматель и еще более известный владелец женского футбольного клуба «Торпеда». Его совет – главное найти свое дело. Понять, что ты хочешь делать в этом. Я пошел от своего увлечения. У каждого есть либо увлечения, либо какие-то боли, либо детские воспоминания, либо что-то еще. То есть тут понять, что твое, что ты хочешь драйвить, и поэтому идти. Форум социальных предпринимателей в Удмуртии проходит впервые. Задача – помочь представителям бизнеса получить опыт и знания и, кроме того, разработать четкую систему развития этого направления. Дополнительные льготы, конечно, должны быть. Сегодня у правительства есть ресурсы компенсировать и ставками по налогу, и льготным займам, и условиями, упрощенными, и землей. Есть ресурсы, с которыми нужно работать. А самое главное – разработать четкую систему понимания, что ты вкладываешь и что ты за это в качестве преференции можешь получить. Судя по количеству участников, запрос на такие встречи большой, а значит, форум для социальных предпринимателей может повториться.